Друзья, сегодня хочется снова и снова всем вам пожелать мира. И снова и снова хочется вам сказать, друзья, не бойтесь. Время, которое мы сейчас проходим, оно пройдет. И наше время, наша задача это быть готовыми. Один пастор, он сказал, ответил так на вопрос, что ожидать от коронавируса. И он так пошутил, но не всем эта шутка понравилась. Кто-то улыбнулся, а кто-то не очень. Он сказал, вот что ожидать от коронавируса. Есть такое место в Писании, там написано, не все мы умрем, но все изменимся. И вот это, друзья, вторая часть стиха, я хочу сделать акцент именно на это, что Божья задача, Божья задача, это работать над тем, чтобы люди изменялись внутри, преображались, чтобы наши характеры, они преображались, чтобы мы духовно становились более зрелыми. Сегодня мы живем в мире технологий. Весь мир, он зависит от интернета. Многие работают сегодня только благодаря интернету, работают из дому. Мы оплачиваем наши счета по интернету. Перевод денег производится через интернет. Многие учатся, учеба через интернет. Мои дети, например, в данный сезон, они учатся только по интернету. Многие рецепты можно узнать на интернете, историю прочитать, симптомы разных болезней узнать, заказать разные вещи. Все можно онлайн. И даже эту трансляцию сейчас вы смотрите благодаря интернету. Представьте себе, друзья, такую картину. Представьте, что закроются церковные здания, и верующие люди больше не смогут собираться вместе. Я верю, что вы это уже представили, потому что это то, что мы переживаем в данный момент. Представьте себе, что больше нету или не будет на определенный срок воскресной школы. Для детей, для ваших нету никаких детских занятий. В церкви, при церкви пока не будет. Представьте себе, друзья, просто представьте, что вашего пастора арестовали. Разные времена описаны в Писании. Разные времена мы переживали. Я эти вопросы с Богом обговариваю. И представьте себе, что и братьев, духовных лидеров где-то не стало, как-то все рассеялись. Представьте, что телефоны ваши по разным причинам почему-то прослушиваются, и вы уже не совсем можете ими пользоваться. И, наконец, представьте себе, что отключат интернет. И больше не будет трансляций. Больше не будет служений и собраний онлайн. Больше не будет ютюба. И не будет благословенных проповедей и проповедников благодаря интернету. Друзья, как вы думаете, что будет с церковью, с любой церковью, если собираться нельзя, собрание нельзя и интернет отключен через полгода, что будет с верующими людьми? Дух Святой побуждает мое сердце, и моя задача сегодня подготовить каждого христианина к самостоятельной, взрослой, личной, духовной жизни. Я хочу еще раз это повторить, чтобы услышали все, кто называет себя верующим. Дух Святой побуждает мое сердце подготовить каждого верующего, к самостоятельной, личной, взрослой, духовной жизни. Да, церковь, друзья, она будет. Церковь, она и сейчас есть. Но когда мы читаем Новый Завет, там есть такое слово, духовные руководители церкви в то время писали церкви рассеянной. Скаттерд. Церковь, которая была рассеяна, то есть люди все были не вместе, раскиданы по разным углам, по разным концам, не имели контакта, не имели связи, не имели общения, не имели служителей, наставников, не имели трансляции онлайн, не имели ютюба, не имели ничего. Но они это время прошли. И сегодня у меня вопрос к каждому из нас. Насколько мы сможем пройти это время, если оно настанет? Я знаю, что мы слушаем много прекрасных проповедей благодаря ютюбу. Это снова благодаря интернету. Ютюб нам все объясняет. Ютюб нас всему научит. Там даже проповедники бывают лучше, чем в наших церквях. Там есть и пение, и прославление. Там все есть. Можно оттуда не вылазить и назидаться духовно, круглосуточно. Вопрос. А что, если это отключат? Какое твое основание сегодня? Я тоже пользуюсь ютюбом, я тоже пользуюсь интернетом. Но, друзья, сегодня Дух Святой говорит в наши сердца, какое твое основание? На чем твое основание? Откуда твой запас духовный ты терпаешь? Откуда, где твое основание? Псалом 10. Там написано очень интересное слово. Написано, когда разрушены основания, что сделает праведник? Знак вопроса. Очень интересный вопрос. Речь идет о праведниках, о верующих людях. И дальше написано, что основание может быть разрушено. Когда разрушено основание, запятая, это с 3 стиха, Псалом 10, что сделает праведник? И дальше там написано, мне очень нравится, Господь, престол его на небесах. Бог все равно остается на троне. Несмотря на вирусы и на обстоятельства, Бог все равно на троне. Написано, очи его зрят, обозревают. Вежды его испытывают. Испытывают ценов человеческих. И дальше, внимание, Господь испытывает праведного. Друзья, если вы себя называете праведником, относите себя к праведникам, сегодня это слово говорит, что Бог, Он испытывает праведников. И это во благо нам. Сегодня проверяются наши основания. Проверяются наши личные отношения с Богом. Наш личный источник. Наш личный запас. На чем наши основания сегодня? И я верю, братья и сестры, пусть меня слышат все верующие, все, кто смотрит нас онлайн, что Бог, Он будет потрясать любое основание, которое не есть истинное, которое не есть божественное, которое не есть от Бога. 1 Коринфянам 11 глава 13 стиха написано, ибо никто не может положить другого основания. Это фундамент, на чем стоят верующие люди. Кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Это не интернет, это не YouTube, это Иисус Христос. Если это основание в вашей жизни, оно есть, вы будете непоколебимы, как христиане и как верующие. Независимо, как мы рассеяны, независимо, как долго мы еще будем рассеяны, наше основание должно быть Иисус Христос. А представьте себе, выключили YouTube и все трансляции, и вы уже даже симптомы не можете проверить на Google. Обычно как? Человек заболел, пошел на Google, и Google все объяснил, какие симптомы, какие шансы и так далее. А теперь представьте, симптомы, а интернета нет. И человек медленно склонится перед Богом. И все вопросы не на Google, а к небу. Все эти основания человеческие, они, друзья, будут хорошо потрясены. И это во благо нам. Мы, люди, узнаем. Мы поймем, что основание наше есть Иисус Христос. И дальше, 1 Коринфянам 11 глава, там написано, «Дело каждого обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого». Заметьте, друзья, контекст здесь написано об основании. Об основании у верующих. Идет речь о праведных. Мы читали с вами Псалом 10. И дальше здесь в Новом Завете уже говорится, основание каждого будет проверено и будет испытано, каково оно есть. Но это будет испытан каждый лично. Лично. Не в общей массе. Сейчас уже не нужно идти в церковь ради толпы, ради там, чтобы люди видели. Ты уже сам решаешь. Включать трансляцию, не включать. Спать, посмотреть служение. Нет. Встать и петь вместе с группой. Или просто валяться на диване. Уже каждый сам решает. Человек начинает ходить просто пред Богом лично. И все. Человек сам решает, открывать Библию или не открывать. Уже это личная проверка. Личное основание наше. У кого-то основание – это деньги. У кого-то основание – надежда на банки. Все это пошатается серьезно, друзья. У кого-то, может быть, основанием – это у нас хорошая церковь. У нас классный пастырь. Друзья, это все, оно будет, оно как-то будет. Вы знаете, что Бог сделает все возможное, чтобы приготовить верующего. Каждого лично. Не в общем, в толпе. Но каждого человека лично. Здесь уже как бы диагноз будет духовной зрелости, которой каждый из нас пройдет. Один пастор, Фрэнсис Чен, он принес в церковь одну такую бутылочку, из которой пьют Библи, молочко. Маленькая бутылочка, соска. И показал преобраз. И показал, вот так сегодня многие верующие живут. Они приходят каждое воскресенье в церковь. Пастор достает эту бутылочку с молоком и с соской. И начинают людей кормить. Кормить как бы духовно. Рассказывают им слово, учат. И из этой бутылочки преобразно дает им молочко. Ну и люди посмоктали, напились и пошли домой до следующего воскресенья. И он этим примером делал вызов современному христианству. Что многие верующие сегодня, они вот только этим и живут. От воскресенья до воскресенья. Только ждут бутылочки, чтобы кто-то налил, кто-то подогрел, кто-то соску закрутил. Чтобы он как-то это ему как-то наклонил правильно. Если надо, еще даже и как-то засунул, и как-то напомнил и так далее. И этим самим мы развиваем младенчество среди христиан. На каком-то этапе это необходимо. Без этого невозможно. Но приходит этап, когда люди должны расти. И уже должны перестать надеяться на бутылочку с молоком. Многие люди, они надеялись, их основание это было воскресное служение в церкви. И сегодня это основание у людей забрали. Потому что это не то основание. Да, церковь это правильно, это надо. Христос ее создал. Но наше основание личное должно быть Иисус Христос. Вот это основание. Вот почему этот вопрос сегодня актуален. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Основание праведника. Кто-то привык это в церковь ходить. Это и все основания. Кто-то привык, это значит нужно одеться правильно. В воскресенье что-то говорить правильно. И это и все основания. Нет, друзья. Наше основание намного глубже и намного больше. Представьте себе, сколько духовных младенцев пропадет без интернета. Сколько номинальных верующих. Они просто пропадут, рассеются, вымрут без трансляций, без собраний. Потому что у них нету твердого основания. Они не привыкли открывать эту Библию. Они не привыкли лично иметь этот источник и питаться от Бога лично. Надеются на духовных руководителей. Надеются на трансляции, на YouTube. И слава Богу, да, Бог поставил, чтобы духовные руководители, они ввели церковь. Но помните, что были времена и возможно будут времена, что церковь будет рассеяна. И тогда нам важно, чтобы каждый христианин, он был духовно, зрелым, лично, независим. Но он был зависим только от Бога живого. Друзья, вы знаете, что, как мы иногда выдаем детей своих замуж или женим, прежде чем мы их отдадим, обычно родители стараются максимально подготовить детей к самостоятельной жизни. К самостоятельной жизни. Вот точно так же сегодня, друзья, мы должны подготовить наших верующих к самостоятельной духовной взрослой жизни. Научить их всему. Это то, что я пытаюсь сделать с моими детьми, братья и сестры. И пока сегодня мне еще нужно напоминать моим детям. А вы Библию почитали? Каждое утро я им напоминаю. А вы то сделали. Я им напоминаю. И я серьезно озадачен целью научить, передать, что если не будет папы, не будет мамы, не будет церкви, не будет трансляции, не будет ютуба, смогут ли мои дети, смогут ли верующие, церковь, христиане, выжить сами, имея правильное основание. Но сегодня у многих основание – это не Христос. И это любое основание, которое не есть Христос, оно будет серьезно расшатано. Оно будет колебаться. Оно уже начинает колебаться. Нашим основанием была стабильная работа. Сегодня она нестабильна. Нашим основанием был пенсионный фонд. Сегодня мы понимаем, что это основание уже нестабильно. Нашим основанием были страховки. Сегодня мы понимаем, что может прийти время экономического кризиса, что страховки тебя не спасут. Любое основание, которое есть у тебя, оно будет серьезно, проверено. Оно должно быть только на Иисусе Христе. Вот почему мы в жизни, чтобы дать детям основания, мы их учим элементарным базовым принципам, дисциплинам, жизненным, просто минимум. Например, чистить зубы, например, умываться, купаться, например, одеваться, переодеваться, учиться и так далее. Это такие базовые дисциплины. И мы детям учим и напоминаем им, ты зубы почистил, ты кровать застелил, ты вот это и вот это сделал, ты убрал. И мы учим, мы им пытаемся привить вот эту жизненно необходимую дисциплину. И сегодня, друзья, всем верующим, давно верующим, важно проверить себя, есть ли у нас вот эта личная духовная дисциплина, которая поможет нам выжить, поможет выжить в разных трудных условиях. 1 Тимофея 4 глава, 7 стих, там написано, чего-то нужно удаляться, отвращаться, но упражняй себя в благочестии. В английском переводе написано, train yourself in godliness. Тренируй себя. То есть упражняй себя. Делай какие-то exercise. То есть ты тренируешь, ты упражняешь, ты практикуешься с целью, чтобы иметь благочестие. Что же такое благочестие? Благочестие – это истинное почитание Бога, исполнение Его заповедей. Это нравственная жизнь. Мне нравится, как сказано, что истинный человек Божий обладает качествами внутреннего благочестия, то есть характеристиками духовно зрелого человека. Духовно зрелый человек имеет определенные духовные качества. Это благочестивый человек. Благочестивый человек не только выучил доктрины академически, но он применяет Слово Божье в своей жизни. Он живет по Слову. Он повинуется Слову. Без страха Божья невозможно быть благочестивым. И здесь мы читаем, что благочестие не приходит автоматически само по себе. Написано, что его нужно приобретать. Мы с ним не рождаемся. Его необходимо усвоить. И это жизненная задача здесь, на земле. Пока мы верующие, написано «упражняй себя в благочестии». И вот цель, причина. Потому что благочестие на все полезно. И имеет обетование в жизни настоящей и будущей. Есть вещи, которые мы делаем, которые в будущем будут очень неактуальны. В будущем они будут очень ненужны. Мы даже будем жалеть о том, что мы это делали. А есть вещи, которые нам трудно делать с перспективы вечности, потому что мы живем все-таки настоящим. Мы живем здесь пока на земле. Но здесь написано о благочестии, об этом состоянии, духовном состоянии. По-английски благочестие – это godliness, божественное состояние. Почитание Бога, отношение с Богом. И написано, что именно это благочестие, оно полезно и в настоящее время, то есть сегодня и в будущем оно будет для нас полезно. Но я хочу обратить ваше внимание на слово «упражняй», то есть «тренируй». Этому нужно предлагать усилия. Я хочу вернуться к тому примеру, когда мы своих детей воспитываем и закладываем в них основания для будущей жизни. Мы знаем, что жизнь – нелегкая штука. Им нужно иметь какие-то определенные дисциплины и принципы в жизни. Нужно им научиться. Вот почему сегодня верующим нужно научиться базовым духовным принципам, просто базовым духовным принципам, чтобы пройти любые обстоятельства в жизни. Особенно, когда вы один остаетесь. Особенно, когда церковь рассеяна. Особенно, если не будет трансляций. Где твоя духовная дисциплина? Например, пример духовной дисциплины 2 Петра 1 глава. Простите, Колоссянам 4 глава 2 стих. Написано «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Будьте постоянны в молитве. Вот пример духовной дисциплины. Написано «Будьте постоянны». Постоянство – это дисциплина. Невозможно быть постоянным без дисциплины. Невозможная дисциплина без постоянства. Вот почему сегодня здесь это простой, простой, такой, кажется, азбука для верующих людей. Что нам нужно, чтобы наша молитва была очень личной, очень постоянной. Все занятые люди пусть услышат сегодня. Если, несмотря на то, сколько лет вы верующие, ваш стаж не имеет значения. Главный вопрос – имеешь ли ты с ним личную, вот эту духовную дисциплину? Ну, несмотря на занятость, несмотря на кризис, несмотря на что угодно, у тебя всегда есть время для Бога или утром, или вечером. Это твой стиль жизни, это твой образ жизни. У тебя это есть, и ты в нем пребываешь. Если тебе кажется, это неактуально, тебе кажется, ну да, у меня нет проблем, я всегда молюсь, всегда читаю Библию, тогда у меня для тебя есть другой вызов. Научи это твоих детей, научи это твоих внуков, научи людей, которые номинально верующие, потому что им это в жизни очень пригодится. Когда не будет интернета и не будет церковных зданий, нам нужно, чтобы наше основание, оно было Иисус Христос. У многих эта молитва, она далеко не постоянна, а чаще всего она вообще не постоянна, она отсутствует. Друзья, но чтобы нам в жизни выжить, нам нужно, как написано, упражняй себя, тренируй себя, закаляй себя, приучай себя, потому что в жизни тебе это пригодится. Еще одна дисциплина, вторая дисциплина, как пример из Писания Иоанна, 8 глава 31 стиха. Написано, если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, познаете истину, и истина сделает вас свободными от любого страха и паники. Истина сделает вас свободными, поменяет ваше мышление. Но для того, чтобы это произошло, нужна дисциплина, духовная дисциплина. Как зубы чистишь по утрам, так и Библию читаешь по утрам. И этому нужно научить, это нужно развивать. Написано, что это нужно тренировать. Если вы пребудете в моем слове, это больше, чем просто читать. Это пребывать, это там вот зависать, это там вот читать. Вот как новости вы сейчас читаете за коронавирус, вы постоянно проверяете, вы по 10 раз перечитываете, пересматриваете, вы пребываете в новостях. А вот Библия пишет, пребывайте в моем слове. И интересно, что оно не приходит само по себе. Это нужно упражняться в этом. То есть нужно как-то себя, интересно написано 2 Петра 1 глава, прилагая все старание, покажите в вере вашей. И дальше перечисляется добродетель, рассудительность, воздержание, терпение. И заканчивается этот список благочестия. Для того, чтобы оно было, нужно прилагать усилия. Об этом очень ясно написано и по-английски, и по-русски, прилагая все старание. Нужно стараться, чтобы оно в нашей жизни получилось. Вот такие базовые духовные дисциплины, как молитва и чтение слова. Если в жизни у верующего это нету, я имею в виду каждый день, независимо от занятости. Если этого нету, все ваши основания, друзья, они будут очень серьезно расшатаны. И моя задача, моя ответственность, друзья, это всех верующих предупредить срочно на тренировки, духовные тренировки. Вы, наверное, знали, что я уже долгое время ходил в джим, в спортзал, в фитнес. Но пришло, я не ходил туда фанатично, религиозно, просто ради здоровья, потому что это полезно. Один, два раза в неделю в среднем. Но сейчас вы знаете, что уже многие из-за вируса, многие фитнесы, джимы, они сейчас закрыты. Закрыты. И вот человек туда уже больше не может ходить. И все даже там такие, ну, все такие экстрималы там, которые фанатично ходили туда каждый день, никому уже нельзя ходить. И как же быть? Как вы думаете, что произошло со мной? Прошла неделька, ну, не пошел. Вторая неделька. Вы знаете, что случилось на вторую недельку? Я сам себе устроил джим у себя дома. Знаете почему? Ну, понятно, то, что это полезно для здоровья, это как бы одна категория. Это одна причина. Но вторая причина, друзья, это то, что во мне выработалась привычка. Оно с годами выработалась привычка, оно навыком привилось. Это то, что благодаря упражнениям, благодаря зарядке, благодаря дисциплине, оно выработалось. Вот так, друзья, люди должны сегодня выработать привычку, что нету дня, что ты не почитал слова, что я занят. Это вообще, это вообще, это просто для верующих нельзя. Нельзя так оправдываться. Я вам приведу один пример свидетельства. Вот в нашей церкви мы начали молитвы. Кто знает, мы согласились, каждый вечер в 8 часов вечера мы будем собираться с семьей и молиться. Прошла только одна неделя. И вот вам свидетельство. В субботу, это вчера, моя самая младшая дочка подходит и говорит, «Папа, мы сегодня пропустили молитву!» А я обнял свою маленькую дочку и говорю, «Эсти, ты знаешь, мы вообще в церкви согласились, что эта молитва будет проходить с понедельника по пятницу. Каждый день в 8 часов вечера. А потом, а в выходные дни уже каждая семья действует по своему расписанию. Но знаете, как мое сердце возрадовалось? Что только одна неделя, друзья, внимание, только одна неделя прошла. И моя самая младшая, в ней развилась духовная дисциплина, что в 8 часов вечера вся семья на молитве. Вот это сила. Вот это то, что нужно прививать и развивать не только детям. Взрослым. Взрослым. Взрослым сегодня нужно пробудиться. Взрослым сегодня нужно эту дисциплину развивать. Наше основание должно быть базовые духовные принципы – читать Библию и молиться. Вы скажете, ничего нового. Поколения до нас проповедовали о том, что читайте Библию и молитесь. Поколения наших пра-пра-пра проповедовали – читайте Библию и молитесь. Почему до сих пор это проповедуется? Вы не думаете, что, наверное, до сих пор люди не читают? До сих пор лично девоушин ежедневный у них нет. Они не против Библии, не против знаний, не против Бога. Но личной дисциплины духовной нет. Все думают, что в конце мы это как-то наверстаем. Нет, друзья, когда придут трудные времена, ты растеряешься. Вот почему мой призыв сегодня – тебе сейчас вырабатывать эти духовные дисциплины. Сейчас пребывать в слове и в молитве постоянно, регулярно и лично. Лично, даже без Ютьюба. Представь себе, что его на полгода нет. Что ты будешь делать? Как ты растеряешься, как христианин? Вот, друзья, когда придет кризис, мы думаем, ну мы тогда соберемся и мы помолимся. Знаете, я приведу вам пример из жизни Давида. Да, у него был, или приведу вам пример из жизни Даниила. У него тоже был кризис. Написано в том, что Даниил, 6 глава, он узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой и три раза в день преклонял колени и молился своему Богу, своему Богу, не общему нашему, не маминому, своему Богу, и славословил его. Но здесь есть одна очень важная причина, почему он это сделал. Вы скажете, потому что страшно стало, то и пошел молиться. Вы скажете, потому что коронавирус пришел, и он стал больше молиться. Вы скажете, потому что вы работу потеряли, и вы стали больше молиться. Нет, друзья. Духовная дисциплина, она помогает пройти кризис без потерь, без колебаний, без паники, потому что в их жизни присутствовала духовная дисциплина еще до кризиса. До того, как Даниилу сказали, что ты будешь брошен в львиный ров. До того, как Даниилу сказали, что нельзя поклоняться никакому Богу. Даниил молился, и вот ключевое слово. Внимание, внимание, друзья. Вот развязка. Вот почему он прошел это без потерь. Потому что написано, он преклонял колени, молился три раза в день. И, внимание, как это делал он и... Прежде того. Вот в чем секрет. Он это делал и раньше. Это был его стиль жизни. Это была его духовная дисциплина. Он до вирусов это делал. До экономики, до краха экономики он это делал. До того, как банки закрылись. До того, как продуктов стало меньше. До того, как эпидемии пришли. До того, как землетрясения пришли. Он это делал. И когда пришла какая-либо трудность, он просто по своему обычаю. Непоколебимо. Стал молиться своему Богу. Вот почему в нем не было паники, страха перед львами и перед всеми врагами. И там еще есть одно очень важное место. Царь Халдей. Вообще Халдей. Он ему сказал Даниил. Он хотел его спасти с того львиного рва. И он сказал такую фразу, очень ключевую. Бог, которому ты верно служишь. Не просто ходишь в церковь по воскресеньям. Не просто YouTube смотришь. Но Бог, которому ты верно служишь. Царь больше переживал, чем Даниил. Потому что в нем была вот эта духовная дисциплина. И многие люди ошибаются. Что когда будет плохо, ну сильно плохо. Ну куда мы денемся? Мы взмолимся. Мы взмолимся. Мы соберемся. Мы с последних сил все сделаем. Мы не растеряемся. Нет, друзья. Растеряйтесь. Растеряйтесь, если не будете иметь духовных дисциплин в своей жизни. Я сегодня призываю каждого верующего, кто слышит меня. Из разных стран. Друзья, нам с сегодняшнего дня. Я вас призываю. Я вас убеждаю. Убеждаю, чтобы каждый день вы находили время для чтения Библии. Каждый день. Каждый день. Каждый день, чтобы вы находили время для уединения в молитве. И это и к мамам относится, и к бабушкам, и к детям, и к мужьям, и к бизнесменам. Ко всем. Потому что, когда придет трудные времена, сейчас, друзья, это еще не очень трудное. Сейчас у нас еще пока карантин с полными холодильниками, и все более-менее стабильно. И интернет есть. Но будут, грядут другие времена, друзья. Об этом Писание нас предупреждает. И нам важно готовиться не только физически, но готовиться духовно. А подготовка к жизни – это личная духовная дисциплина. Написано – упражняй, тренируй себя в благочестии. Как в спортзал, нужно усилие, чтобы рано встать, а потом попотеть. А потом там – это же тяжело, а это не хочется, а легче так не делать. Но оно полезно. Оно полезно. Нам нужно этому научиться. Иначе ты растеряешься. Приведу вам пример. Давид, вы помните, трудные обстоятельства. Город сгорел. Убрали, забрали всех жен, всех детей. Получается банкротство. Банк, все деньги, все сгорело. Машины все разворовали. И детей где-то не стало. И вот в такой ситуации написано в Библии, что Давид укрепился надеждой на Господа. Слава Богу, Давид молодец. Ничего удивительного. Но я вам скажу вот, что удивительно. Когда пришел кризис, когда пришел кошмар, это ужасная беда в это общество, в эту страну, то написано, Давид укрепился надеждой на Бога. Но вы знаете, почему он укрепился надеждой на Бога? Потому что в нем уже, уже раньше, еще раньше были вот эти духовные развитые принципы, когда он до этого уже много раз надеялся на Бога, много раз полагался на Бога, научился, как это делать по жизни, в других историях, в других эпизодах. Он уже там был в пустыне, он убегал от Саула, он прятался, был в опасностях. Он научился, как приходить к Богу. Он научился раньше, еще раньше. Это было его стилем жизни. А другая категория людей, друзья, которые попали в этот же кризис, переживали эту же коронавирус, но написано в Библии, они взяли камни и были готовы побить их лидера и убить Давида. Люди из одной категории, из одной местности, можно сказать, в одну церковь ходили, одного Бога знали, но одни укрепились надеждой на Бога, а другие взяли камни. Потому что не справились с ситуацией, не справились с ситуацией. Вот почему сегодня нам важно знать, что когда придет настоящий кризис, ты растеряешься, если ты не будешь иметь духовных, элементарных дисциплин в твоей жизни. Я хочу, друзья, привести вам последний пример. Например, это очень известная притча о десяти девах. Перед этим сделаю вступление, что сегодняшний карантин для нас этого блага, этого блага, это Бог дает шанс сфокусироваться на Боге. Бог сегодня дает шанс каждому лично, не в толпе, но лично сфокусироваться на Боге. Когда уже твоим основанием является только Христос или не Христос. Когда мы проявляем нашу личную потребность в Боге. Смотрите, друзья, как Бог уничтожает идолов, всех идолов, убирая всякое неверное основание. Спорт. Это было идолопоклонством. Для многих спорт, всякие матчи, игры, это шоу-бизнес, для многих это идол. Сегодня это основание, оно серьезно разрушено. Эти миллионеры, футболисты, баскетболисты сидят на карантине. Удовольствие. Для многих людей это основание в жизни. Об этом никто не говорит и не рекламирует, но это их стиль, это цель, это смысл жизни. Это большинство финансов и времени уходило туда в удовольствие. Развлечение. Сегодня это закрыто. И это основание Бог потихоньку убирает, колебает, с под ног уходит. И проверяется, что же останется. Какое же основание останется, а что если никакого основания не останется? Дальше материализм. Материализм многие вкладывали, покупали, богатели, жили шикарно. Особенно здесь, в этой стране. Дома, машины, одежды, бренды, фирмы, ремонты и так далее, запасы. Это все, с одной стороны, казалось бы, нормально. Человек думает, планирует, но сегодня стали думать по-другому. Сегодня поняли, что это основание сегодня может быть вот так вот одним днем, только и все. Не стало. Не стало. У нас еще был Голливуд, фильмы, телевизор и интернет. Вот это основание еще осталось. Друзья, но оно тоже будет серьезно расшатано. Потому что в Писании написано, нету никакого истинного другого основания, кроме Иисуса Христа. И у меня к тебе вопрос, друг, как твоя домашняя церковь? Сегодня многие перешли на домашние церкви. Есть ли в твоей домашней церкви пение? Есть ли в твоей домашней церкви пение без профессионалов? Есть ли там духовное общение? Знают ли дети ваши, где папа или мама молятся? Вы скажете, а, я не люблю показуху. Нет, 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 друзья. Это ложное оправдание. Если в доме мама или папа молятся, дети обязательно знают. Они знают когда и знают приблизительно где. Это твоя домашняя церковь. Кто в твоей домашней церкви собирает на молитву? Кто собирает на чтение слова? Кто напоминает о духовных ценностях? Ты как лидер, мужчина, священник. Как твоя домашняя церковь? Когда не будет интернета, закроется ли твоя церковь? Распадется ли она? Есть ли там хоть какое-то основание? Сегодня мы проходим проверку на личный духовный запас. Это твоя тайная личная комната. Это польза от карантина. Тайная личная духовная молитвенная комната. Друзья, Матфея, 25 глава. Матфея, 25 глава. Там написана притча о десяти девах. У меня уже нет времени ее читать. Вы все эту историю знаете. Написано, пять было мудрых, пять было неразумных. Давайте посмотрим, какие уроки мы можем извлечь из этой притчи. Какая главная мысль? Вообще, бывает, люди часто толкуют притчи по-разному. Пытаются навязать какой-то символ каждому слову, сделать аллегорию обязательно. Но иногда это может быть очень ошибочно. Особенно, когда мы строим абсолютную доктрину из каких-то аллегорий, из каких-то слов, что это и то, или то, или другое значит. Нам важно понять главный смысл, который хотел передать Иисус Христос в этой притче о десяти девах. Там написано, что было пять мудрых, пять неразумных. У одних было масло, у других не хватило масла. У всех были светильники. Все ждали жениха. Жених – это преобраз Иисуса Христа. Но случилась беда. Пришел Христос. У одних было масло. Они встретили Христа, жениха. А у других не было. И они очень серьезно сожалели. Главная мысль в этой притче – это то, что нужно быть духовно готовым к встрече Иисуса Христа. Нужно быть духовно готовым. Это главный смысл. Христос не рассказывает притчи, истории так, ради просто так. Главный смысл – люди должны быть готовы. Кому эта притча? Эта притча адресована к верующим. К верующим, которые сегодня смотрят онлайн. К верующим. Потому что там написано, что и те, и другие ожидали жениха. Ожидали Господа Христа. Что такое масло? Написано, что у одних не хватило, не оказалось масла. Масло, друзья, это твои отношения с Богом. Это вот это и есть вот эта духовная дисциплина, которая прививает, развивает в тебе большое желание, которое перерастает в любовь к Богу, близость к Богу. Бог стоит твоим приоритетом. Написано, Христос сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. Это одна из главных заповедей. Вот это итог всего, к чему должен стремиться христианин – это полюбить Бога. И вот эта дисциплина, она на первых этапах, она тебя заставляет, а потом она в тебе развивает любовь к Богу. Ты вкушаешь, как благ Господь. Ты начинаешь получать откровение из Слова Божия. Тебе начинает это нравиться. Ты к этому привязываешься, как когда-то Давид говорил, Боже, душа моя томится по Тебе, жаждет Тебя плоть моя. Это не просто хождение в церковь в воскресенье. Эта душа томится, ожидает, жаждет Бога. Вы представляете, какой это уровень отношений? Первое, как вы думаете, что было неправильно? Что здесь сделали неправильно неразумные? Проблема в чем была неразумных дев? Вы скажете, проблема в том, что они не взяли масла. Но это не проблема, друзья. Это всего лишь одинарный случай. Это была ошибка. Но проблема намного глубже. Проблема в том, что у них по жизни, в их образе жизни, еще давно до этого, Бог не был их приоритетом. Вот это глубокая проблема. У них давно до этого были проблемы с выборами, с приоритетами, с временем, куда его вкладывать. А то, что масла не хватило, это просто был последний случай. И все, это был просто последний случай из многих случаев. Сегодня многие христиане, они живут по этому принципу, живут в этой проблеме, что они всегда заняты. У них нету времени. Они живут в суете. Их действия, они были неразумны, потому что они не готовились духовно. Они имели знания о Боге. Возможно, ходили в церковь, но не имели личных отношений с Богом. Экклезиастам первая глава написана. «Видел я все дела, какие делаются под солнцем. И вот все суета и томление духа». Сегодня многие верующие, они осуетились. Осуетились. Живут беспечно. Живут в суете. И потом будут сильно жалеть об этом. Вот это было неразумно. Об этом говорит эта притча. Второе. Урок, который мы можем с вами сделать из этой притчи, это то, что мы должны готовиться духовно. Но вот в чем урок. Мы не сможем приготовиться в последний день. Вы не сможете приготовиться в последнюю минуту. Вы не сможете приготовиться и прыгнуть в последний вагон. Христиане, услышите, пожалуйста. Пожалуйста, услышьте. Нужно готовиться сейчас. Сегодня духовные дисциплины, базовые, базовые, как молитва и Библия, должны работать уже в твоей жизни. Мудрые не надеялись на последний рывок. Ты понимаешь, возможно, что у тебя нет масла, то есть нет духовной жажды, нет этой молитвы, нет зрелости духовной. Но ты думаешь, успеем, успеем, успеем. Еще все впереди, вот это закончу, вот эту сделку закрою. Вот этот коронавирус пройдет. Мы снова соберемся в церкви. Снова мы надеемся на потом, потом, потом. Но потом, суп с готом. Нам важно, друзья, видеть в то, что учит Писание. Нам нужно сейчас действовать и готовиться уже. Когда мы откладываем на потом, это тебя ставит в категорию неразумных дев. Это тебя ставит автоматически в категорию неразумных. Если ты думаешь, потом, я соберусь силами и потом буду делать. Нет, запасайся сейчас. Потому что когда придет кризис, будет поздно. Когда придет кризис, будет поздно. Не сможешь сориентироваться. Растеряешься. Вот почему сегодня мой призыв к детям Божьим. Сейчас. Сейчас готовься. И делай призыв ко всем твоим внукам, детям и ко всем окружающим. Потому что, друзья, грядут еще серьезные времена. Сегодня многие христиане разделяются на две категории. Мудрые и занятые. Я верю, что Дух Святой сегодня говорит в твое сердце. Есть мудрые и есть занятые. Есть мудрые. Сам Христос дал этот пример сегодня для нас. Он так актуален сегодня. Он так актуален. Еще есть одна категория. Мудрые и любопытные. Любопытные. Это те, которые пытаются узнать, как будет конец света. А как же будет конец света? А какие признаки последнего пришествия? У меня вопрос к таким людям. А что изменится в твоей жизни, если я тебе отвечу? Что изменится? Просто твое любопытство? Ага, вот так будет конец света. Значит, еще не та труба, еще не та чаша. Из книги откровений. Ага, значит, еще нужно. У нас там еще есть два, пару этапов. У нас еще время есть. Слушают книги откровений. Разные толкования. Но в жизни абсолютно ничего не меняется. Ты относишься к категории неразумных. Мудрые. Они готовятся уже. Готовятся сейчас. И вы знаете, друзья, что я этот призыв делаю? Мое сердце переполняется with compassion. Сострадание к тем людям, которые это не слышат. Которые это не принимают. И в этой притче написано приблизительно 50-50. Половина людей даже в данный кризис, половина людей отреагирует. А половина будут жить, как жили и раньше. Классная проповедь пасты. Молодец. Хорошие мысли. Но и все. Как жили, так и будут жить. Это печально. Это печально. И тогда среди верующих окажутся люди обязательно, которые будут не готовы. Не будут готовы. Не будут готовы. Как и здесь. Приблизительно 50% не были готовы. Третий вывод из этой притчи. Это то, что мудрые, они имеют запас. Они запасаются. Запас имеют масло. Вот этого божественного соединения. Вот этих отношений с Богом. У них они не минимальные. Минимум никогда не принесет резерв. Минимум, вот скажем, ты вот, ну купил в магазине минимум на сегодня. Все. Съел и все. Купил минимум на неделю. И все. Запас это ты делаешь что-то экстра. Ты приобретаешь больше. Поэтому минимальные молитвы, молитвочки. Три минутки там, за рулем. Три минутки там, две с половиной перед сном. Это минимум. Это не запас, друзья. Библия. Это вот один стишочек из Библии. Verse of the day. И то, если, если повезет, прочитал. Вот это минимум. Это не запас, друзья. Это не запас. Мы на этом не протянем. Мы не переживем кризисы на таком минимуме. Нам нужен духовный запас. Нам нужно время. Нам нужно вкладывать в эти духовные дисциплины, в эти тайные молитвенные комнаты. Братья и сестры. Блажен, кто слышит. Блажен, кто слышит. Блажен, что сердце сейчас переполняется Святым Духом. Блажен, тот, кто хочет уже сейчас вставать и собирать свою семью и говорит, нет, друзья, в нашей жизни будет меняться. Мы будем частью мудрых. Мы не будем неразумными. И это актуально. Актуально сегодня. Нам нужен духовный запас, чтобы нас не застало это все врасплох. Придет время, и написано, светильники начнут гаснуть. Даже у верующих. Даже у тех, у которых вроде бы масло есть. Друзья, услышьте внимательно. Вроде бы масло есть, но написано, светильники начнут гаснуть. Так и в церковь ходил. И Библию читал. И молился. Но начинают гаснуть светильники. Придет, значит, время испытаний. Твоих резервов. Когда ты уже духовно, лично проверяешься. Ты уже молишься или ходишь в церковь не под влиянием толпы. Тебя уже никто не раскачивает. Говорит, давайте поднимем руки. Это хорошо поднимать руки? Я поднимаю. Давайте сделаем то. Давайте встанем на колени. А ты сам уже думаешь. А какой смысл? Когда говорят, вот видите, какое Божье присутствие сегодня среди нас. А ты стоишь и думаешь. А я его в жизни никогда не переживал. Что за присутствие? Где оно? Вот здесь и проверочка, друзья. Когда ты лично сам. Сам. Уже нет этой массы толпы. Никто тебя со сцены не заводит. Никакая музыка. Все, интернета нету. Представь себе. Все, нету Ютуба. Нету трансляций. Нету собраний. Остался ты и все. Ты и Бог. Как написано. И остался Иаков один. С Богом. Один. Вот для нас сегодня шанс и фокус. Сфокусироваться на Боге. И это для нас благо. Мудрость, друзья, заключается еще в том, что мудрость христианина – это способность предвидеть духовные события, развязку. Они видят наперед. Они доверяют Слову Божьему. Они уже знают конец фильма. Они не боятся. Они смотрят фильм уверенно. Они знают, что конец, он уже есть. Он уже прописан Богом, автором. И нам не стоит переживать. О, а что если вдруг что-то пойдет не так? Уже сценарий Богом написан. Расслабьтесь, дорогие христиане. Расслабьтесь во имя Христа Иисуса. И не переживайте. Мудрость. Следующий урок, пятый. Мудрость бережет от опустошения. Бережет от опустошения. Вопрос. Что тебя сегодня опустошает? Для некоторых это фильмы. Для некоторых это видеоигры. Для некоторых это социальные сети. Это Facebook, Instagram, YouTube, сплетни. Это опустошает. Опустошает. Вот почему мудрые, они не разбивались. Они не развеивали свое масло. Они не разбрасывались. Они не опустошали себя. Свою праведность. Знаете, любой эгоистичный стиль жизни он опустошает. Сейчас есть опасность концентрироваться на себе. На себе, как я. Это мудро заботиться. Мудро планировать. Мудро запасаться. Менять свои планы, мышления. Мудро не тратить деньги. Мудро. Это все надо правильно. Но нельзя сфокусироваться только на себе, друзья. Потому что это противоестественно божественной природе. Эгоизм всегда опустошает. Придет время, друзья, мой итог, когда тебе духовные люди не смогут помочь. Даже духовные люди тебе не смогут помочь. Наше время в эфире убегает. Но эту мысль должны услышать все. Все, кто смотрит нас онлайн. Я говорю вам от престола Божьего. Придет время, когда даже духовные люди вам не смогут помочь. В этой притче здесь очень ярко показано. Они пошли к этим духовным, с маслом, с резервами. К этим проповедникам, к пасторам, к родителям. Вы же нам помогите выжить, прожить этот кризис. Они им сказали нет. Нет. Здесь ты не можешь это приобрести за счет кого-то. Это твои личные отношения с Богом. Вот почему тебе надо готовиться. Готовиться сейчас, прямо сегодня. Ты должен готовиться сейчас. Тебе не помогут даже духовные люди. Даже опытные. И Ютюб не поможет. Интернет не поможет. Ничего не поможет. Ты должен сам сейчас готовиться. Есть вещи, друзья, которые Бог нам дал как дар и как подарок. А есть вещи, которые мы должны приобрести. Это последний урок. То есть сами должны купить, заплатить. Заплатить цену. Вот почему сегодня нужно платить цену за эту молитвенную комнату. Вкладывать туда время. Прилагать усилия. Развивать духовные дисциплины. Во имя Христа Иисуса. И тогда ты будешь в числе мудрых. Я благословляю всех, кто смотрел эту передачу. Кто смотрел эту проповедь онлайн. Я вас призываю, дорогие христиане. Распространите ее везде. Во всех фейсбуках. На всех социальных сетях. Раздавайте ее, чтобы люди слышали этот призыв. И готовились во имя Христа Иисуса. Я вас на расстоянии обнимаю. Церковь Живой Поток. Я вас очень люблю. Очень переживаю. И знаю, что мы пройдем. Это время изменится. Но главное, чтобы изменились мы. Будьте благословенны. Во имя Христа Иисуса. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok